Путин. Что случилось с дамбами? Они разрушились. Взлюки-бобры продолжают делать свое дело. Российские регионы стремительно затапливают. Пока север в воде, восток горит. Атака Ирана на Израиль. И пора ли уже собирать тревожный чемоданчик? Я Наталья Власова. Подпишитесь на наши соцсети и пропустите. Главное, не сегодня. Россия продолжает идти на дно. Затопленных районов становится все больше. И, вопреки уверениям местных чинуш, вода прибывает, а не убывает. Прорвало еще одну дамбу. Теперь топит Томск, объявлена эвакуация. Справляться со стихией приходится самим местным жителям. У властей есть занятия поважнее. Например, облетать территории с попами и иконами. Мои коллеги, добрый день. У нас на связи Курган, Оренбург, Тюмень. Тема понятна. Паводки. Да и дамбу, которая изначально прорвалась, уже не называют дамбой, а лишь насыпью. Мол, что ж там было построить за миллиард? Да, согласна. Ну, что там наворуешь с того миллиарда? Судя по всему, не дадут местным чиновникам и на восстановлении много украсть. Потому что его особо никто и не планирует. Самим орчанам или оркам, ну, в общем, жителям Орска, пообещали прямо-таки гигантскую компенсацию за затопленное жилье. Целых сто тысяч рублей, то есть тысячу долларов. Это солидная сумма для покупки нового дома, согласитесь. Это если покупать конструктор лего. Сто долларов дается на компенсацию аренды временного жилища. А вот еще случай. Государство в лице властей Орска расщедрилось. Многодетной матери и ее пяти маленьким детям, младшему месяц, предоставили благоустроенный, тадам, пол в местной школе. Все остальное от детских смесей до вещей доставили волонтеры. Мы выбежали просто в чем были, с документами. Пять детей, у меня четыре дочки и один сыночек в месяц ему только. Те тоже маленькие. Мы на полу спим. Единственное, вот для ребеночка предоставили кроватку. Лично бы мне было лучше отсюда съехать. Вот прям каким-то упадничеством и дискредитацией попахивает. Разве не потерпит жительница сверхдержавы? Ведь она прекрасно знает, где сейчас бюджетные деньги нужнее всего. Не для того они печатаются, чтобы дома пострадавшим ремонтировать и строить. А чтобы производить ракеты, которые ночью по Украине запускать. Кстати, а где же обнуленный? Вот как-то не спешит с визитом в пострадавшие регионы. Собрал одно совещание по видеосвязи и, видимо, приказал попам ускориться или поменять иконы и масло в лампадках. Ехать к разозленным и отчаявшимся гражданам Путин не собирается. Ну, это не кряженным благодарным подданным ездить, да и не ночью по Мариуполю шастать. Вот у государя и есть дела поважнее, чем затопление нескольких регионов. Например, Путин обсудил с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым разрешение на любительский вылов стерляди в некоторых районах Волги, но с определенными ограничениями по срокам вылова и орудием лова. Также рассматривал возможность частичного открытия промышленного вылова осетровых в Азовском море. То, что некоторых россиян уже раки доедают в их собственных домах, старику Кабаеву не так интересно. Кстати, многие жители из зоны затопления отказались уезжать и живут на крышах элементарно из-за мародерства. Из-за инстинкта многих русских в любой непонятной ситуации тащи из покинутого дома унитаз и стиралку. Ну, наверное, тех, которые привезли из Украины. Я думаю, что все-таки кремлевский диктатор наконец оторвется от самых важных дел, вроде бомбежек Украины или организации конкурса «А ну-ка, девушки!» на Урал-Вагонзаводе, когда на столе будут лежать выводы о причинах стихийного бедствия. И, судя по всему, подрядчики, которые таки своровали миллиард на строительстве дамбы, будут как тот рафик, ни в чем не виновны. А уж виновные и так понятны. Грызуны, выращенные в украинских биолабораториях, или диверсанты-таджики, которые скрылись через госграницу и уехали прямо в Киев за конвертом или криптовалютой. Люди, которые слушают депутата Гурулева, поверят во что угодно. Вон, таджики, после того, как им уши отрезали, живо начали понимать русский. А еще чуть посидят, так заговорят на чистейшем украинском. И сдадут всех своих киевских и англосаксонских кураторов. Но пока путинисты идут ко дну, дружки кремлевского диктатора пытаются поджечь Ближний Восток. В воскресенье более 170 беспилотников и полторы сотни ракет были запущены в сторону Израиля из Ирана, а также с баз союзных ему группировок в Ираке, Сирии и Йемене. 99% из них были сбиты, заявили израильские и американские военные. Отражать атаку Израилю помогали военные США, Великобритании, Франции и Иордании. Но в Европе и в США призвали премьера Нетаньяху не горячиться с ответным ударом. Действующие элиты по-прежнему боятся обострения конфликтов и войн. Предпочитают тактику мягкого натиска или сдерживания. Насколько она эффективна? Несмотря на сбитые ракеты, Иран сделал две вещи. Расширил границы дозволенного себе, проверил и прощупал оборону противника. А еще, если ответки не последуют, то это будет сигналом. Сигналом того, что можно брать пример с России, бесконечно обманывать озабоченные нации, копить оружие и нападать на соседнее государство. Так реально дотревожиться и до ядерки. С этих ребят станет. В любом случае, сейчас ось зла Россия, Иран, Северная Корея замерла и ожидает решения от коллективного Запада. Честно говоря, пока все напоминает украинский кейс. ООН, как минеральная вода, ни пользы, ни вреда. НАТО войны не надо. США полностью в выборах. В ЕС могут посочувствовать и взять себе немножко беженцев. Желательно трудоспособного молодого возраста. Украина до сих пор сдерживает российскую навалу благодаря сверхусилиям и мужеству военных и волонтеров. Именно поэтому не случилось никакого Киева за три дня. А успехи второй армии мира за последний год ограничиваются взятием руин Бахмута и Авдеевки. За этим всем очень много усилий, боли, крови и жизней наших защитников. И мы продолжаем верить в нашу армию и верить, что рано или поздно добро победит. Но если добру дать F-16 и патриоты, то это случится гораздо раньше. Подпишитесь на наш YouTube-канал и пропустите самое главное не сегодня. Наши журналісти там, на війні. Самые 7-0. Чтобы мы тут, в тилу, побачили все злочини россиян против украинцев. Сюда прилетает очень много Каби. Задонать журналістам 5-го на фронтовые отряджения. И допоможи. Фильмовать историю этой войны для международных судов. И историю Украины для будущего.